Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие друзья, родители, дети! Напоминаю вам о том, что у нас создается, ширится, растет наша детская библиотека При Преображенском храме села Большие Веземы Золотая детская библиотека Мы покупаем новые книги Нам уже приносят подержанные старые С прекрасными иллюстрациями Недавно, некоторое время назад, с тех пор библиотека еще выросла У нас наименование было 333 Это не всего книг, потому что некоторые книги и в двух, и в трех И даже есть в четырех экземплярах Те, которые пользуются особым спросом Но вот самих наименований 333 А насколько я знаю, сейчас уже близится к 400 И вот передо мной книга из замечательной серии Серия «Моя первая книга» Называется она «Откуда берутся слова» Но в этой серии есть еще и приключения фразеологических оборотов И город пословец А это занимательная этимология Это раздел филологии, который изучает Изучает историю, происхождение слова Для чего это нужно? Ну, чтобы знать, что слово не с потолка, не с неба падает Хотя, конечно, в известном смысле Бог есть слово И в самом глубоком смысле Именно с неба, в смысле духовном, пришла к нам жизнь Но слова имеют свою историю, происхождение Они меняют свое значение Они иногда вдруг обнаруживают такие оттенки смысла Что расширяют нашу культуру, наше понимание жизни Обогащают нас понятиями И дают нам глубже увидеть мир, который нас окружает То есть стать умнее, а значит сильнее И прийти во взрослую жизнь уже вполне подготовленными людьми Человек словесно развитый Это человек, умеющий сложно, сильно и глубоко мыслить Потому что если мы задумываемся, если мы увидим Поймем, а мыслим-то мы, чем понятиями А понятия умещаются в слова Вот, например, маленький такой фрагментик Называется он «Лукавая река» В древнерусском языке часто про реку говорили «Лукавая» И автор этой книги, а у этой книги есть автор, Светлана Лаврова Она спрашивает «Это что, хитрая река? Речка Врунишка?» Дело в том, что древний корень лук Означал изогнутость Изогнутый Отсюда лук Изогнутое приспособление для метания стрел Оружие Лука Изогнутое место седла Лука Изгиб реки Излучина Родственное слово Вспомните У лукоморья Дуб зеленый Кого не спросят, что такое лукоморье? Говорят, ну, лук, наверное, на берегу рос Да нет, лук на берегу не рос А это неровный берег моря Возможно, небольшой залив Бухточка Неровное Очертание побережья Лукоморье Поэтому лукавая река Это просто-напросто река изогнутая И только позднее прилагательное Лукавый стал обозначать Человек какой-то непрямой Такой какой-то кривоватый Изогнутый То есть хитрый, лукавый Неискренний человек А лукошка Корзинка, в которой мы собираем ягодки Или грибы Что это такое? Это тоже совершенная родня Всем этим словам и понятиям Из одной семьи Только раньше говорили Лукно Корзина из изогнутых прутьев А потом стали называть Ласково Лукошка А вот лук, который мы Кладем в пищу В суп Или который даже любим Есть Многие любители лука Прямо его так вот Шевьем едят И это очень полезно А вот лук Это слово заимствовано Нашими предками Славянами У немцев Из германских языков Ему родственно Другое слово Локон Видимо, кто-то первый раз увидел Стручок лука Особенно перезревшего И подумал Как похоже на локон На зеленую Только зеленую Прядь волос Вот Лукавая речка А вот другое Другой эпизод Или другой сюжет Из этой книги Предупреждаю Очень смешной И очень неожиданный Называется он Как лев Стал слоном А слон Верблюдом Сказка Нет Быль Это одно из самых Удивительных Приключений Слов Жил Был Лев Хороший Был лев Величественный Красивый Золотой Гривый Сильный Ну В меру Страшный По всему миру Шла слава О крупном Могучем Звере Не случайно Его называют Царем Зверей Разные народы Естественно Звали его По-разному Одно и то же Животное Облекали В разные Звуки И в разные Начертания Буквой Тюрки Например Звали его Арслан Или Аслан Вот откуда Оказывается Клайв Стейплс Льюис Заимствовал Имя Для своего Волшебного Величественного Льва Царя Зверей Который Символизирует Сына Божьего Иисуса Христа И тюрки Рассказали Русским Что есть такой Большой И страшный Зверь Аслан Подивились Наши предки Русичи Даже может быть Пожалели Что Этакую Диковинку Никогда Не видели А с другой стороны И порадовались Что она В березовых Рощицах Не встречается Эта диковина Этот огромный Дикий Зверь А еще Они знали Из греческих Книжек И рассказов Что в далеких Странах Где-то На юге В странах И названия Которых Запомнить Сложно Есть Тоже Очень большой И сильный И страшный Зверь И вообще Он какое-то Просто чудо Света Или чудище Просто-напросто У него хвост И спереди И сзади И похож Он весь На небольшую Движущуюся На огромных Четырех Ногах Гору И название Такое Сложное Пишет В своем сюжете Автор книги Как бежит его И не выговорить Русскому человеку Сразу Может это Тот самый И так Наши предки Перепутали Двух крупных Зверей И стали Словом Аслан По-тюркски Лев Называть Вот этого Другого У которого Хвост То есть Хобот Спереди И хвост Сзади Слона А постепенно С течением Времени Первая Буква Потерялась Отпала Так ее И не нашли И получилась Из Аслана Слон Который Вообще-то Раньше Был Львом Но Путаница И думают Что же Это За Зверь Такой Это Не Слон У Слона Уже Есть Свое Название Слон Наверное Это Тот Большой Южный Тоже На юге Живущий Зверь Который Умеет Ходить По земле Пустыни Не Пить Воду Однажды Только Напьется И Который Страшно Плюется Ну Понятно И Назвали Слоном Верблюда Наши Предки Переделали Ульбандус Вульбанд А потом Вельблуд До сих пор В церковно-славянском Тексте Евангелия Мы слышим Слова Что легче Вельбуду Сквозе Ушко И глиное Пройти Чем Богатому Нагруженному Своими Знаниями Почетом Имениями Пройти В царство Небесное Вельбуд Так слон Стал Верблюдом Теперь Теперь вопрос А как же Бывший Бедный Лев Который Потерял Свое имя Он отдал Свое имя Слону Потому что Слон отдал Свое имя Верблюду И как же Теперь Льва Называть Русские Называли Льва Так же Как Греки И римляне Греки Называли Льва Леон А римляне Лео А у нас Получился Лев Так что И царь зверей Без имени Не остался Хотя Конечно Путаница Вышла Большая Да Да И в самом деле Трудно Разобраться Что это За чудовище Слон Лев Верблюд Если Никогда Их Древний Русский Человек Не видел Даже На картинках Вот Такие У нас Замечательные Книги В библиотеке Приходите Берите Читайте Спасибо Спасибо